Так, ну что, ребят, всем привет, обзор рынка криптовалют за 26 число, соответственно, меня многие спрашивали, что там как, по поводу монеты Бургер, тут был небольшой памп, в принципе, в закрытом клубе тоже я давал рекомендации на фиксацию, можно было 2 ТХ забрать, вот, если кто откупал дно вместе с нами, соответственно, вот, я закупал, скажу сразу, на вот этом всем накоплении, поэтому, в принципе, я верю в данную монету, вот, поэтому, что она себя еще проявит, но сейчас пока не докупаюсь, потому что у нас вся альта, получается, валится, что-то какой-то баг, вот, инвалид символ мне пишет почему-то, непонятно почему, выбираем биткоин-доминацию, она что-то инвалид символ, странно, сейчас перезагрузим, вот, короче, какая ситуация, то есть пока что у нас биток более-менее стабильно себя чувствует, ну, как он валится, понятно дело, локально там, то 29, то 30 тысяч, ну, туда-сюда болтается, по большому счету, ничего особенного не происходит, поэтому в диапазоне он в этом как стоял, так и стоит, поэтому ничего тут такого сверхъестественного я не заметил, а пока что на текущем этапе, и, в принципе, как вы видите, ну, как бы, все нормалек, вот, поэтому, кто там распереживался, в принципе, то ваши проблемы, если, конечно, мы закрепимся, я вполне допускаю, что могут специально сейчас показать вот такой вот нисходящий канал, и эта ситуация у нас уже была, ну, в принципе, если будет медвежка, ну, окей, как бы, так уж и быть, в принципе, я готов ко всему, придется, правда, конечно, подольше подождать, но а что делать, вот, поэтому вот такая вот ситуация у нас, такой нисходящий, ну, треугольник, я не знаю, как угодно можно это назвать, вот, соответственно, здесь была ровно та же самая ситуация, причем два раза, то есть мы стояли два месяца, напоминаю, что здесь мы стоим всего лишь две недели, поэтому все это могут выкупить, ну, и потом, ну, вот, получается, там, пять с половиной, и, получается, после этого мы можем потом прострелить наверх, да, куда-то там к 32 тысячам, или даже к 35, все подумают, что это зимун, потом опять свозят, опять покажут такой же нисходящий канал, может быть, еще ниже, ну, и потом полетим, вот, это один из сценариев, либо, соответственно, после этого сейчас мы падаем, и начинаем уже валиться на 25, 20, там, 15, и так далее, вот, все может быть, поэтому, я, в принципе, ничего не исключаю, я мало верю в это, но, в принципе, если будет, окей, свободный фиат тоже имеется и на этот случай, поэтому бывает и такое, тут не угадаешь, ну, а если бы, понятное дело, мы стартанули, там, с этих отметок, с 50, там, с 45, или, там, с 35, то, понятное дело, ну, если у вас нет инсайда, то приходится, конечно, докупаться частями, и, ну, не то, что угадывать, ну, а, скажем так, ну, усредняться, да, поэтому, те, кто там сейчас умничает, что вот, постфактум, они такие умные, сразу появились, там, и комментаторы, и в личку мне писали, и вообще, в принципе, типа того, что где твой рост, там, сейчас, а, как большинство сейчас и у Эванса начали писать, и у других блогеров, что вот сейчас-то можно докупаться, там, по альтам и так далее, ну, во-первых, ребят, от текущих отметок альта может просить хоть еще на 90%, да, это вполне возможно, да, то есть, ну, я мало в это верю, но, в принципе, все может быть, это первое, и второе, что может быть, это то, что, соответственно, ну, как бы, будущего никто не знает, и, постфактум, все умные, и все могут говорить, что вот сейчас-то надо докупаться, ну, хорошо, а если все сейчас просядет еще на 50%, то, типа, ну, вы что-то тоже не угадали, получается, поэтому я не собираюсь кому-то что-то доказывать или угадывать, ну, кто хочет угадывать, угадывайте, вот, поэтому, если вы считаете, что вы такие умные, что вы соображаете, что вы, соответственно, ну, знаете лучше всех, ну, окей, это ваше право, как бы, флаг, руки, барабан на шею, что я могу сказать, поэтому на текущем этапе что-то мне иногда подтупливает, в общем, соответственно, ситуация по битку какая, ну, в принципе, болтаемся, мы в этом диапазоне, в принципе, тоже я спрашивал вчера у себя в телеграме, накапливают люди биток, либо нет, половина накапливает, но большая часть где-то может быть 50% накапливает, ну, где-то, ну, не 50, 40%, остальные 60%, они ждут падения ниже 30 тысяч, вот, понятное дело, что в любом случае ни те, ни другие не угадают, почему, потому что тут угадывать и не надо, ты просто докупаешься частями и все, и не морочишь голову, можно, конечно, да, там ориентироваться на стратегии, что мы падаем минус 90%, но мы можем упасть на минус 85%, и что, вы докупаться не будете, или что, будете ждать минус 90%, вот, как было это в марте 2020 года, я об этом рассказывал, ну, меня иногда тупит, в общем, соответственно, вы поняли, там мы были по 4-5 тысяч долларов, и блогеры кричали, не, ребят, не надо сейчас докупаться, не спешите, сейчас биток еще упадет на 50%, да, то есть до 2-3 тысяч долларов, и тогда докупимся, и по альтам то же самое, представьте же альты, насколько упадут, биток упадет на 50% еще, а альты-то упадут там еще минус 90%, чуть ли процентов они вниз не полетят, поэтому лучше подождите, ну, и по итогу я, как еблан, тоже отчасти подался этому влиянию, не докупился настолько, насколько мог, да, и, соответственно, мог закупиться полноценно, хотя у меня была чуйка, что надо именно в тот момент закупаться, но я думаю, ребята же там умнее, да, я об этом рассказывал в своих голосовых сообщениях в Телеграме, ну, и, соответственно, сейчас все валится, поэтому я бы сейчас переждал, вот, о чем я отписал в закрытом клубе, в принципе, я понимаю, что некоторые, может быть, не ожидают, что может сейчас медвежка начаться, все может быть, я вполне это допускаю, то есть надо быть гибким, вот, мне слабо в это верится, и, ну, как бы, я говорил всегда, что это маловероятно, но это не значит, что этого не будет, вот, будет так, как будет, поэтому надо быть готовым как всему, ну, окей, дадут еще дешевле купить эффект, биток, BNB, замечательно, замечательно, в первую очередь я их бы тарил, вот, а альты уже, понятное дело, какие-то вымрут на этом падении и уже отмирают, да, какие-то восстановятся, ну, опять же-таки, может быть ситуация, как у нас была в 2019-2020 году и в 2018, что мы стоим еще 2 года во флете и в накоплении, то есть будьте готовы и к этому, вполне может быть и такое, вот, поэтому, ну, в принципе, это было бы, конечно, печально, и мне тоже не хотелось бы этого, ну, как бы, надо адаптироваться под рынок, надо смотреть, тогда будут другие направления или какие-то новые проекты, которые будут выходить и смотреть, поэтому, ну, я уже снимал ролик на канале, какие монеты не стоит приобретать на текущем этапе, да, ну, и, в принципе, если посмотреть вообще вот по рынку, то у нас все в просадочке, да, то есть у нас все падает, все льется, ну, как бы, некоторые монеты, Что-то там отстреливает, но по большому счету это Фуфил, вот, поэтому Биток сейчас там 29 тысяч, ну где-то В районе там 29, 29 с половиной Там вчера он был 29 800 Ну я не печалюсь, окей, в принципе без проблем То есть в долгосрочной перспективе, если ориентироваться На биток от сотки, а то и выше А то и там после халвинга 24 года Он будет 500 тысяч, а то и миллион Вот, ну понятное дело не сразу Это 5-10 лет ждать, но в принципе Закупить его сейчас даже с расчетом на то Что он-то будет, ну пускай возьмем 300 тысяч долларов, ну даже если 100 Это ТХ, а если 300 тысяч, это 10Х, ну как бы Или 150 тысяч, как бы почему бы Нет, это 15Х, поэтому Ну как бы я считаю это хорошая возможность Может я ошибся, но не 15Х Ну короче вы поняли Суть, поэтому я считаю Офигенные отметки даже сейчас, поэтому Никакой проблемы, крупный капитал докупался Там и от 30 до 60, поэтому И сейчас будет докупаться и будет еще сильнее Запугивать людей, все это делается специально Понятное дело биток там просаживается, ну давайте Глянем на сколько он просел, то есть он Просел на сущую фигню По сути, вот трейдингвью подлагивает Ну соответственно вы поняли, где-то он Упал там на пару процентов буквально И альты там уже начали валиться, выбивать По стопам, уже пробивать уровни поддержки И соответственно Ну лица, то же дно так сказать Поэтому ничего я Не вижу такого страшного Не вижу я никакой проблемы там Многие там уже разнылись и соответственно Говорят, что вот, все там Не надо закупаться там и так далее Ну пускай не закупаются, понятное дело Я не знаю, может быть у них инсайды есть Но по большому счету Некоторые из блогеров наоборот Говорят там, что типа Вот, соответственно я не буду докупаться Потому что, ну на текущем этапе Они говорят, ну я могу и переобуться Типа того, что это нормально Ну то есть они говорят, что нормально переобуваться Я понимаю, что ситуация меняется Там все дела Вот, но как бы переобуваться Ну как по мне это смешно Вот Доминацию биткоина что-то не показывает Какие-то баги тут на TradingView Давайте я обновлю Вот, по поводу Остальных Ну как бы Ну как бы Монет Я тоже там эфир, по-моему Просел на 1800 уже Мне сказали в закрытом клубе Да, 1800 В принципе идем мы к вот этому уровню Как раз такому Ну не критическому Но сильному уровню тоже там 1800, да 1790 Ну приблизительно Условно Вот Поэтому потом Следующий уровень Тут промежуточный Есть 1600 Ну такой более сильный Где-то 1350 1450 Вот приблизительно Вот поэтому В принципе это было Вполне ожидаемо Что показали отскок Опять пролили Ну поэтому Я не парюсь, господи Ну хорошо То есть я готов ждать И в принципе Кто не готов ждать Кто там Говорил, что Вот мы же закупили здесь А сейчас просадка Ну так любишь зарабатывать профит Люби и в просадочке сидеть Как говорится Да Поэтому Ну я вообще не переживаю Поэтому я абсолютно Спокоен Потому что я знаю Что я буду дальше Докупаться И как бы Многие ноют Почему? Потому что они Закупались всей котлетой Или там Пол депозита Или там большими Какими-то частями Ну я же поэтому И закупаюсь На 100 На 200 Долларов Там максимум На 300 Вот если я вижу Какую-то хорошую точку Может я и могу Закупиться Там на 500 Долларов Но больше Я стараюсь Не закупаться Вот Я мог бы и тысячами Долларов Закупаться Но почему я этого Не делаю Потому что я набираю Вот так позицию То есть В боковике Там упали мы хорошо Я докупился Большим процентом Либо в основном Я докупаюсь Такими же суммами То есть 100-200 баксов Вот Стоим в боковике Накапливаем позицию Докупаемся Когда есть там Возможность финансовая Лишние деньги появились Свободные Вот Опять же таки Свободные Да Вот Я докупился И все И накапливаешь монеты Держишь их И не паришься То есть И потом наверху Будешь реализовать Когда будет у нас Вертикальная фаза роста Как в 2017 В 2018 году Но многие Почему-то Надеются Что они там Пришли сюда Заработать на 2 недели И даже В закрытый клуб Ко мне такие люди Приходили И потом говорили Да Все-таки я побыл В клубе И понял Что на самом деле Оказывается Что нету тут Никакой халявы Ну и в клубе Я имею ввиду И вообще на крипторинке То есть Пришло осознание За счет закрытого клуба И общения со мной Там с ребятами Что надо ждать Надо ждать Иметь стальные яйца Терпение Уметь докупаться Усоединяться И самое главное Иметь терпение Потому что Может быть Вот такая вот фаза Там В том числе Ну по альтам Окей Это можно уже назвать Считать что Глобальным медвежьим рынком Да По биткоину Еще нет Но в целом Многие альты Там попадали Минус 90% И так далее Поэтому это можно сказать Такой Ну локальный медвежий рынок У нас был и до этого Да Когда мы начали падать Там И корректироваться Уже там От 70 тысяч долларов Но в принципе Я могу признать Что в принципе По альтам тоже Такой глобальный Медвежий рынок Потому что мы уже просели Довольно таки сильно Вот там По 1 инчу И по остальным монетам Поэтому ничего тут Такого нету И в принципе Они могут даже Минимумы обновить Специально Чтоб напугать людей То есть Минус 90% От тех отметок Что мы были Ну пускай даже Окей Там минус 50-70% То есть Минус 80 Это уже тоже существенно Вот Поэтому в принципе Ну как бы Я не вижу Никакой проблемы То есть Кто там На сколько Позарабатывал Но если кто Не готов ждать Там Ну по FTM Я в принципе Говорил Что могут еще Свозить сюда Там ниже Вот Какие монеты Не стоит докупать Я уже оповещал Нерпротокол Тоже я говорил Что сейчас Хаи лучше не лезть Могут еще пролить Как раз там Сюда Сюда Что в принципе И происходит На текущем этапе Вот Я говорил Что лучше подождать Потому что Ну как бы Коррекция На какие-то 65% Ну как бы Да 65% Это хорошая коррекция В половину стоимости Но я имею ввиду Что вот эта зона Поддержки То есть Могут вполне Пролить ниже В принципе Что и произошло Я говорил Подождите Лучше Не повременить С покупками Вот По поводу Если капитализация Тотальная В принципе Она держится еще уверенно То есть Если посмотреть Пока Да Если без биткоина Ну не дошли мы даже До уровня Там 600 миллиардов 602 Вот Если же глянуть По S&P 500 Вероятнее всего Его тоже начали лить Хотя нет Хотя нет На удивление SPX у нас отскакивает Ну многие говорят Корреляция Что у нас там Блять С фондовым рынком Ну и где корреляция То есть у нас Фондовый рынок отскакивает Наоборот Тут на Там пару процентов А биткоин льется Ну и где ваша корреляция Куда она подевалась Вот NASDAQ То же самое Смотрим NASDAQ Что по NASDAQ NASDAQ Тоже отскок То есть Ну фонда Понятное дело Она там вместе ходит Ну давайте Теслу откроем Скорее всего Она тоже сейчас Отрастает Да Тоже отскок Или там Amazon Amazon допустим Amazon Смотрим Тоже самое Отскок пошел Поэтому ничего удивительного Тут нету Или там У меня спрашивали А TVI Там какая-то акция У нас Вот Activision Blizzard Да Activision у нас Blizzard Выкупили Насколько я помню Вот Они тоже там Отскакивают Ну поэтому Ничего тут такое Индекс доллара Допустим глянем Поэтому Ну как бы Тут после такого Ошеломительного роста Который у нас был Да То есть С июня 21 года Мы подросли на Почти 20% Это вполне адекватно Вот Поэтому Что Ну откат произошел Поэтому Где ваша корреляция Там Вот у нас И SPX И SPY То есть Мы открываем И корреляции Никакой нету А биток валится И арена криптовалют валится Поэтому Могут вполне сделать Что у нас будет Валиться фонда А потом крипта Будет наоборот расти Поэтому Вот этот Бред Что типа Якобы там Постоянная корреляция Да нету такого То есть Бывают Некоторые моменты Совпадают Но это больше Чем совпадение И просто Как Введение вас Заблуждения По большому счету Ну насколько я это понял Вот давайте Глянем даже Там Получается USDTQA Глянем Что у нас там По курсу Ну то есть Курс у нас Гривный Получается Растет И в пике 36 Гривен за доллар Достигал Вот Поэтому Вполне Это все дело Вот этот Восходящий канал Может там Потом сломаться Все дела Но в целом Судя по ситуации В стране То есть Этот пузырь Сейчас будет Надуваться Ну и вполне Мы там До 40 До 40 5 Можем дойти Некоторые прогнозы Я слышал Ну в принципе Я тоже вполне Это допускаю Даже до полтоса Но Как бы В принципе Естественно В долларе Надо сейчас Держать свои бабки Они ни хера Не в гривнах И в рублях Да Вот Каким бы Ты там Патриотом не был Поэтому Отскок произошел У нас по рублю В принципе Кто хотел Тот откупил дно Вот Но опять же Таки это не значит Видите Тут тоже был Отскок Двухдневный Но потом Мы начали Валиться Еще там На минус 20% Поэтому Если с текущих Там минус 20 Еще сделать Ну это как раз Будет Те же там 50 рублей За доллар Да Поэтому Ну нужно Это тоже Адекватно Воспринимать Осознавать И так далее Вот Поэтому В принципе Такая вот Ситуация На рынке Криптовалют Пока что Все валится То есть Я пока Не спешу Заходить Покупки Накапливаю Фиат Вот Поэтому Те что Монеты В просадке Ну ничего страшного Господи Ну как бы В 2018 В 2019 Году Люди тоже Были в просадке Залетали там И на хаях В том числе По 20 тысяч долларов И потом Они могли Заработать 3,5 x К тому что было Я думаю Это в принципе Адекватно И если посмотреть У нас Что по биткоину То у нас На месячном Таймфрейме Выкупная свеча Да И в принципе Такого Жесткого падения Некоторые говорят Что вот у нас Там тут были Хаи 20 тысяч долларов И здесь мы должны Повторить эту ситуацию Ну во первых Ребят Вот посмотрите Вот у нас ситуация Соответственно Вот она Вам покажу Вот Соответственно Вот она ситуация У нас Получается Биткоин Тут был 1200 долларов Ну и мы Падали до этих Отметок Да нихера Мы сюда Не падали Ну давайте Я Сейчас уберу Ремо Дровинс Вот сделаем И соответственно На текущем этапе Сейчас Вот И мы же не падали сюда Многие ждут Типа такие же отметки Вот то же самое Здесь 20 тысяч долларов Но мы не дошли До них То есть давайте Глянем на сколько Мы тут упали На минус там 80 процентов Да Ну даже тут меньше Минус 75 Давайте глянем От текущих отметок Сколько это Минус 75 Ну давайте Даже окей Отсюда возьмем По нему Вот на минус 75 То есть минус 50 Там минус 75 Но многие думают Почему-то что мы упадем Там 13 И как раз Вот это то же самое Но скорее всего Мы будем падать меньше То есть давайте Глянем сколько мы здесь Упали Здесь мы упали На минус 80 процентов Если учесть Что минус там Допустим К примеру Ну пускай тут будет 70 Да На 10 процентов Ну вот как раз Мы и упали К этому дну По большему счету Если брать вообще От хаев То ну как раз Да минус там 50 процентов Максимум куда мы можем Еще спуститься Но может быть В район 25 Куда мы и спустим Поэтому Соответственно Минус 60 Там процентов Отсюда мы упадали Ну вот как раз Те же там Минус 65 Там и т.д. Но может быть Максимум куда-то Мы там еще на 23-24 тысячи Сквизанем Но по большому счету Все модели ломаются И надо это понимать То есть многие ждут Что вот мы пойдем К тем же хаям Где мы были Но с чего вдруг Мы должны Туда пойти То есть мы до этого Не приходили Мы же не приходили Сюда на 1100 долларов Ну сколько тут было 1200 Вот поэтому Тут у нас лаи были 3900 Там здесь 3000 долларов Там 3300 Ну то есть Не обязательно будет То же самое То же самое Допустим вот здесь Вот Давайте глянем Вот отметка Мы что приходили сюда Нет То же самое здесь Мы приходили сюда Нет Ну поэтому Ну это бред Понимаете Вот мы падали Тут Хорошо Минус там 85% Многие просто Почему-то думают Но не учитывая Тут фактор Что мы можем То и Ну отличаться От этой модели То есть Ну минус 94% Давайте окей От пиков вообще брать Сколько мы там росли Сколько мы падали Вот то же самое Здесь Мы здесь упали Минус 86 То есть уже На получается 8% меньше Здесь дальше Берем Здесь мы достигали 20 тысяч долларов Там Давайте возьмем Посмотрим Что здесь у нас происходило Мы падали Максимум Там Минус 84% Ну окей Даже Давайте возьмем Минус 83 Ну то есть Уже на Получается 3% меньше То есть уже Не так сильно Здесь Получается На текущем этапе Берем от пиков Соответственно Мы упали Сейчас на Минус 62 Многие ждут Что мы там Упадем Но если Исходя из этой логики Да Типа в район 15 тысяч долларов Мы можем там упасть Или там Хотя бы Двадцатки Я вполне Это допускаю Но судя по тому Что я вижу Выкупается Сейчас очень жестко Если глянуть По недельке Тому уже Волатильность У нас уменьшается И мы падаем Уже не так сильно Вот Поэтому поджатие Есть и мы падаем Уже Но если не учитывать Вот этот Фиксационный баг Да Вот эту свечу То получается Падаем Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Восемь недель Подряд Причем Соответственно Ничего удивительного Тут нету Практически на медвежке Но тут были хотя бы Какие-то отскоки Но естественно Все это Запугивание Специально делается Вот Многие скажут Что вот Тут тоже самая ситуация Тут тоже выкупали И потом мы упали Там И наебнулись Мы еще сильнее Минус 50% Может ли быть такое Да может быть Запросто Какие проблемы И по итогу Там те блогеры Которые говорили Что вот Я же говорил Будет там 15 20 тысяч Но это понимаете Если Там некоторые блогеры С начала 21 года Топят что у нас там Медвежка Да Ну так можно было Уже здесь заработать А можно было Уже здесь заработать Там на отскоке И так далее И по некоторым альтам И можно было И здесь заработать Ну как бы А сидеть постоянно Топить за медвежку И не закупаться И сидеть там Вне рынка Ну я считаю Это идиотизмом И не зарабатывать Или там Не закупаться Потому что ты не знаешь Это вот А тут могут сделать Все что угодно Вот кто знал Что скаманет луна Кто знал И уст Да никто Ну предположения были Такие Я допускал Что скорее всего Может это случиться Но я думал Ну навряд ли Наверное что типа Фундаментальный проект Ни хера подобного Я уже Я еще в 21 году Убедился Что фундаментал Ничего не решает Либо если решает То на 10-20% А после краха луны Убедился Что могут И скамануть Даже такой серьезный проект И кинуть людей на бабки И так далее Если кто не видел Ролик по луне сегодня А по поводу Эрдропа Подробности И там Снапшота И какие биржи Будут поддерживать Смотрите его на канале Обязательно Вот и по Муфту верну Тоже я разобрал Все токены Можете глянуть Глянуть Да уже заговаривать В общем смотрите Здесь у нас Вот отметка Такая вот была И здесь соответственно Вот тоже у нас Зона поддержки Здесь образовалась В районе там 28 с половиной Вот Если же конечно Мы закрепимся То будет печаль беда Но в целом Следующая отметка У нас на падение Аж до 20 тысяч В принципе мы можем Остановиться и на 24 Но в целом Тут такой пролет Что мы можем Ну как бы Навернуться очень Довольно таки сильно Еще минус 30% Поэтому Может ли это быть Ну по большому счету Я понимаете Я понял Что надо быть Реально гибким То есть я конечно Не верил Что может быть Ниже 30 Но опять же таки Слили 80 тысяч 81 биток Луны Ну теголуна Слили Да Чтобы откупить Свой говнокоин Да И соответственно UST Свой алгоритмический Стейблкоин Поэтому На текущем этапе В принципе Биток у нас падает Поэтому посмотрим В принципе Что нам нарисуют Но в принципе Отскок в любом случае Он скорее всего будет Там вполне допускаю К 32 Там может даже К 35 тысяч А может даже К 40 Ну и потом Соответственно Могут провалить Нас еще ниже Поэтому все Я это допускаю Но сквизи Что я видел И падение То есть Ну давайте Тот же BNB Откроем То есть Сейчас его тоже Возят То есть Мы падали Здесь вплоть до 218 Где-то там До 213 Долларов Но в целом Если BNB Дадут там По 200 долларов А то и ниже Я буду его Естественно Активно выедать Потому что Там 100% Монет в циркуляции Там и так далее И тому подобное Поэтому в принципе Я думаю С этим понятно Монеро Давайте глянем Сильнее рынка Не сильнее Но в принципе Не сильно Он там упал Торон тоже самое Давайте глянем Торон Ну в принципе То же самое Повторяет движение Монеро Джаст Джаст на текущем этапе Но не сильно Тоже откатился Но по большому счету Монеты укатывают В днище Да там Тот же комп Там и так далее Ну то есть Все это укатывается Но зато У вас есть возможность Откупить вообще По халявным ценам Крутые проекты Там и суши укатывают И рей укатывают Там все укатывает Абсолютно Все укатывают Тупо тут за дно Может ли что-то Скамануть из этого Да конечно может Я это вполне допускаю И может к примеру Тот же iOS Наоборот Выстрелить на этом всем То есть он уже упал Ниже отметок Двадцатого года Смотрите Он упал Минус получается Сорок процентов Дэш там допустим Глянем Сейчас секунду Дэш у нас Упал на Получается Еще там ниже Вот Ну поэтому такая ситуация Такие дела В принципе Кто хочет Посмотрите самостоятельно Поэтому Продолжение следует... Продолжение следует...